Друзья, те, кто родился в городе, едут открывать дачный сезон на природу. А те, кто родился на природе, открывают дачный сезон в городе. Итак, стандартный московский торговый центр. Братан, я вот думаю, зачем людям пять пальцев? Действительно, тебе бы два, но длинных, ты вот так планшет смог бы крутить. Братан, чё встал? Эй, это же ребёнок. Братишка, чё встал? Я потерялся. Что? Я потерялся. А мы-то тут при чём? Эй, ты как с ним разговариваешь? Он же потерялся. Ему сейчас и так плохо. Мальчик, давай, иди отсюда. Никуда я не пойду. Мама сказала, если потеряешься, жди около фонтана или около этих. Ну иди к фонтану встань, чё ты около этих. Фонтаны не во всех торговых центрах, а вы везде. Ладно, пускай стоит, не мешает же. А кто по национальности? Чеченцы. А, я думал, итальянцы. Не, чеченцы. Просто нас часто путают, дети обычно. А где вы живёте? В Чечне. А это далеко от России? Ха, это сердце России. А вы можете со мной в школу сходить? А? Чё тебя там, обижают, что ли? Нет, просто вам подучиться надо, вы не знаете, где сердце находится. Братан, вот что ты меня учишь, а? Ты мне кто? Ты мне мать? Ты мне отец? Ты мне мент? Эй. Ладно. Зовут-то тебя как? Слава. А вас? А меня Алихан? Красивое имя Алихан. Да? Ну, тогда Слава, тоже красивое имя. Слушай, иди прогуляйся с ним по торговому центру, может, мамашу найдёшь. А я её пока здесь подожду. Хорошо, давай, давай. О, Ибра, на, одень. Зачем? Прикинь, там на улице уже лето началось. Серьёзно? О, чё, лето началось? Да, прикинь. А? Эй, ты откуда это взял? Мог бы и ребёнку купить. Вообще-то это я ему купил. На, мальчик, спасибо. Хватит кормить Кавказ, мальчик. Да ладно мне... Да ладно мне не жалко. А ему глюкоза для мозга нужна. Я его маму хочу найти. Он меня уже достал. Слушай, иди дай объявление. О, отличный план. Только этот. Оно сто рублей стоит, и текст надо самому написать. Ну, напиши тогда. Ага. Эй, пацан, есть сто рублей? Да, не позорься. Мальчик, есть сто рублей? Что? Ничего. Всё. Слушай. Объявление. Потерялся мальчик. Ну, как тоже потерялся. Мы с Иврашки стоим, короче, около лифта. И тут к нам пацан подошёл. Если, матушка, слышишь, поторопись, забери сына. Мы здесь тоже недолго. Минут 15-20 отсидем. Максимум. Нормально. Слава. Мама. Наконец-то я тебя нашла. А это кто? Это мои друзья из Чечни. Из Чечни? Да, из сердца России. Даже не знаю, как вас отблагодарить. А не надо ничего, спасибо. Эй, про сто рублей скажи. Москва так сильно изменилась в последнее время. Все вечно куда-то спешат. И никому нет дела до чужих проблем. И как хорошо, что есть такие чеченцы, у которых столько свободного времени. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!